Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну, вы знаете, мы фактически подхватимся от новостей. Еврейский вопрос не отпускает ни на Ближнем Востоке, где вот, как нам сейчас сообщили, фактически новая война развязывается. И, вы знаете, еврейский вопрос не отпускает и, собственно, в нашей московской повседневности, в памяти, в культуре, потому что на прошлой неделе открылся новый музей в Москве. На том месте, где был центр современной культуры, гараж в Бахметьевском гараже, знаменитом. Сейчас гараж переехал в парк Горького, а там открылся музей еврейской истории и центр толерантности. Очень интересное событие, я считаю, для Москвы подобных музеев у нас никогда не было. Более того, у музея есть некая государственная составляющая. В 2007 году на его создание перечислил свою зарплату полностью президентскую. В тот еще момент Владимир Владимирович Путин в размере 167 тысяч рублей, о чем говорит золотая табличка на входе. Ну и в целом такая достаточно интересная, современная, мультимедийная история. Я там еще не был, но вот по тем отзывам, которые написаны, эта вещь такая мультимедийная и интерактивная. Все там движется, все звучит, все поет. Стоит там под названием еврейский танк, танк Т-34, который директором завода по производству был тогда, не помню сейчас фамилия. Вот, был еврей, так что они сделали вот такой вот еврейский танк. Ну, в общем, все это достаточно интересно. Я всячески рекомендую, и сам схожу, и вам расскажу о своих впечатлениях, и вам рекомендую там побывать. И вот в том числе там есть такая вещь, как тест на толерантность. Там проводится, стоят некий центр толерантности, стоят пуфики, и там стоят айпады, и вот там можно пройти этот тест на толерантность. И вот мы решили в нашей программе сегодня снова сделать тест на толерантность для всей нашей современной российской культуры. И в этом нам сегодня помогут наши гости. Это директор Московского центра образования 109, знаменитой школы Ямбурга, сам Евгений Александрович Ямбург. Добрый вечер. Добрый вечер. И руководитель театральной программы Центра имени Сахарова Михаил Калужский. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Ну, давайте для начала, может быть, пару слов о антисемитизме, собственно, о том, о чем говорит этот музей. Вы знаете, вот что я хочу спросить. Вот учитывая весь тот поворот в России, который произошел в течение последнего года у нас на глазах, вот это вот, так сказать, пришествие новой архаики, пришествие православной культуры, эти казачьи патрули, как нам вчера сообщили, будут по улицам ходить. Нет ли у нас опасности нового антисемитизма? Потому что тут что ни день, то праздник, что ни день, то открытие. Какие-то вот, какие-то средневековые вещи возвращаются наши. Так не ждать ли нам, собственно, черносотенцев и новых таких вот хоругвеносцев с антисемитскими лозунгами? Ну, вы знаете, вопрос, конечно, очень тяжелый. Я думаю, что он не новый, он стар, как мир антисемитизма. Ничего нового мы не узнаем. Вот, правда, это поиск врагов. Сегодня он очень расширен. Сегодня появились новые враги. Их миллионы вокруг нас. А лица кавказской национальности, хотя на самом деле там, скажем, Дагестане отличается от ингуша очень серьезно. Это, естественно, западный мир, который опять враг. Но вообще те исследования, которые я читал по интолерантности, говорят, что ситуация еще более серьезная. Потому что на первом месте вы не поверите. Вот мы, как, я не специалист во всех науках, но педагогика должна всем интересоваться, да? Я считал, что ну кто на первом месте сейчас понедленности? Ну, конечно, вот эти вот так называемые лица кавказской национальности, потому что террор идет там. Ну, евреев никогда богатый, ничего подобного. Вот исследования профессора Суворовой, молодого профессора, показали, что на первом месте понедленности так называемые стигматизированные люди. Это инвалиды, лица, зараженные спидом и сексуальным меньшинством. То есть это еще вообще страшнее. Вот это, кстати, приятных фашизации сознания. Ну, собственно, это то, с чего начинался фашизм. С зачистки вот этих вот неправильных людей. Неправильных людей, понимаете? И поэтому болезнь глубже, чем просто антисемитизм. Понимаете? И в этой ситуации, значит, мне кажется, что когда мы... Я не был еще в этом музее толерантности. Ну, и, конечно, я посмотрю его... Ну, вообще, мне немножко смешно сам тест на толерантность. Да. Ну, начнем с того, что этот термин у нас проведен у Бога, как терпимость. И когда говорят «Россия – дом толерантности», у всех возникает совершенно определенная ассоциация, да? Я знаю ученые советы, где вообще запрещены диссертации, потому что сам термин вызывает ненависть. Я думаю, что есть российский инквивалент, который можно было бы применить. Например, великодушие. Потому что толерантность, терпимость – это такая, знаете, я терплю и все, да? А это умение себя поставить на место другого человека, чувство эмпатии и так далее. То есть, во-первых, давайте с термином разберемся. Во-вторых, к сожалению, кому-то нравится или нет, но были австралийские исследования, которые показали, что формирование толерантности возможно только до шести, ну, максимум до шести с половиной лет. Нет, конечно, можно читать лекции, про толерантские тесты делать, но всасывается с молоком матери. Или в грамотном детском дошкольном учреждении, где вы не будете читать лекции про толерантность. Да, да. Ну, на это тоже есть то, что великий русский психолог Леонид Залдельственным подходом. Можно создавать такие модели взаимодействия с маленькими детьми, и они будут это впитывать. Понимаете? Поэтому это гораздо все более запущено, чем просто антисемитизм. Вот мне так кажется. Михаил. Да, я полностью соглашусь с Евгением Александровичем. У меня такое ощущение, что сегодня толерантность – такой же термин без содержания, каким, скажем, в 90-е было слово «духово». С духовностью здесь тоже проблемы огромные. Мы под духовностью не понимаем клерикализм, хотя это не одно и то же вообще. Да, но это, кстати, такое слово, которое обнимает собой все. Я тоже не был в музее в Бахметьевском гараже. И, естественно, невозможно говорить о том, чего не видел, хотя меня, признаться, забавляет сам факт того, что центр толерантности открылся при одном некотором национальном музее. Это должно быть не национально, не как-то дизельмонивно-этнически, не конфессионально. Это должно быть абсолютно какая-то светская, вненациональная программа истории. Должен быть какой-то общественный центр для всех. Центр толерантности по Евгейскому музее, тут, мне кажется, есть какой… Опять-таки, я… Это дополнительная дискредитация термин толерантности. Совершенно верно. Ну, это какая-то противоречие в терминах. Да, конечно. И поэтому вот это вот обобщение, тяга к обобщению, она опасна. Да, конечно, с антисемитизмом совершенно отдельная история. Мы знаем страны, где есть высокий уровень антисемитизма при тотальном отсутствии евреев. Те же арабские страны, хотя и некоторые европейские. Да и в Польше евреев нет. Мне Адам Михника, а антисемитизм остался, меня Михник рассказывал. Это совершенно отдельная история. Семитизм – это некое состояние души, для которой наличие евреи необязательно. Да, состояние души в эпоху, обостаряющейся в эпоху кризисов, как мы знаем. Так что в этом смысле мы еще не знаем, кто те казаки, которые будут патрулировать, так сказать, не знаю… Улицы Москвы. 50 человек на каждый округ. Улицы Москвы. Ну, я живо себе представляю их патрулирующих районов, не знаю, сенагоги на Большой оборонной. Ну, рассмотрим, с какими лозунгами они будут патрулировать. Потому что мы понимаем, что это, так сказать, недобровольно народная дружина с латентной коммунистической идеологией. Значит, и мне кажется, что в таком разговоре, который, скажем, мы сейчас затеваем, максимально важно уточнять формулировки и говорить скорее о частностях, чем об обобщениях. Потому что все-таки наша нетолерантность, она обращена в всякий момент, всякий исторический момент, всякие ситуации на каждого нового, так сказать, нелюбимого, не... Ну да, каждый раз проецируется на какого-то нового образ другого, образ чужого. Я, значит, в феврале мы в Сахаровском центре проводили международную театральную лабораторию, которая называлась «Документальный театр и жизнь меньшинств». И в самый первый день, когда мы, значит, говорили о том, кто эти меньшинства, мы там подбирали какие-то тексты, связанные с жизнью сексуальных меньшинств, с детей, значит, с особенностями развития, да. И когда, значит, мы долго-долго об этом говорили, вот какие тексты у нас отобраны, с чем мы будем работать для создания театральных эскизов, стал участник лаборатории, молодой режиссер, выпускник театрального вуза из Польши, и сказал, простите, я прекрасно понимаю, сколько важна тематика ЛГБТ или тематика ВИЧ-положительная, но она актуальна для всех стран мира, ну, скажем, достанутно. Но мы сегодня в Москве, где, на мой взгляд, самым важным меньшинством является политическая оппозиция. И они сделали этот проект в политическую оппозицию, и, ну, в общем, это была правда, да. Вот, так сказать, тот контекст, в котором это было сказано, он отвечал такому рабочему определению меньшинства. Да, согласен, Михаил, очень интересный поворот. Вы знаете, где-то примерно месяц назад вот мой бывший коллега по программе, Максим Трудолюбов из «Ведомости», он написал в «Ведомостях» очень интересную статью, как же это называется, «Мы все евреи» или что-то в таком духе, где он пишет про создание болотной оппозиции, про вот эту вот стигматизацию всей болотной оппозиции, вот эти вот иностранные агенты. Весь поток законов, который с мая произливается на нас, он, собственно, назначает вот эту вот другую группу, которые говорят, вот они, вот они, агенты Запада. И тоже, кстати, вот интересно к вопросу о таких, о группах, которые наиболее унижаемы. Вот я считаю, что, конечно, здесь гей-меньшинство очень сильно, потому что все нетолерантные названия, они так или иначе используют вот это вот педерасты, либерасты, толерасты, вот это вот, так сказать, расты, вот этот вот корень, невероятно важен. Вы знаете, я бы добавил здесь еще два явления известной науки, гандикапизм и иджизм. То есть, это, во-первых, к инвалидам, да, стремление отвернуться от непохожего, от родства. Извините, в природу, вот это вспомню. И к старикам, кстати. К инвалидам. Вот этот пост Бажены Рынской, который все недавно обсуждали, который в Монако раздражал вот это вот, когда садились инвалиды в автобусы, они задерживали ее путешествия по Монако. Со словами Марии Аруновой, которые, кстати, были вызваны из контекста, она не хотела ничего дурного сказать, да, ну, просто в ее, так сказать, характеристике, то есть, она не очень понимает, что такое ребенок аутист. И, кстати, к старикам тоже. Да. Тоже. Потому что, смотрите, у нас из телевидения вообще из контента исчезли старые лица. Это ведь то же самое. Понятно, что мы понимаем, куда мы все идем. Лучше на это не смотреть. Это все единый узел. Который, как мне представляется, в каком-то глубинном смысле, такой, знаете, вот образ человека, который это смотрит или который это придумывает, то есть, это молодой, здоровый стрей, да? Который думает, что все умрут, а он останется. Совершенно верно. Это безусловно страх смерти, страх старости, страх, в конечном счете, страх тела. Это культура, да. Это культура рынка, культура гламура, которая продвигает вот это вот полированное, глянцевое, молодое тело, старики. Так они, старики, с улицы исчезли, понимаете? Есть некие такие заповедники, где ты видишь стариков. Это сберкасса, это поликлиника, это почта. Такие, так сказать, такие дубовые, старые советские институты. Вот, а вот вы пройдитесь по бульварам, где старики на бульварах. Вы видите, там молодежь пьет пиво на скамеечках, играющие в шахматы. Мы встретим стариков на бульварах. Это будут иностранные туристы, которые на своем, так сказать, втором возрасте живут активной жизнью. О которой Жванецкий пишет, что эти старики в гробу выглядят лучше, чем мы на выпускных фотографиях. Это пишет Жванецкий, а старик. Да и само отношение, да, я просто к своим даже вот уже престарелым родителям не расталкивался, когда они мне рассказывают, когда, так скажем, они какую-то занимают активную жизненную позицию, говорят, ну куда ты лезешь? Ты же старая вообще, тебе уже надо себе два метра земли готовить, а ты тут, понимаешь, выступаешь. Вот за этим стоит действительно какое-то некоторое неформулируемое, вот мы сейчас разных стран этого слона ощупываем, какое-то представление о норме, которое никак не выражено эксплицитно, да, но как-то вот все подозревают, что норма это не, да, нет положительной программы, положительной, хотя может быть нам ее... Апофатическая определение. Апофатическая абсолютно. совершенно верно, да. Через отрицание. Но, кстати, о поляках. Вот не уверен, что он был прав. Знаете почему? Вот у меня был контакт с чеченскими учителями, изумеительным, кстати, хорошими, в значительной степени оболганом, говорят, они там ЕГЭ сдают на стол, ничего подобного. У них как раз тут 35, они ставят двойки, ну вот тут, понимаете, там одна сейчас в Чечне, другая в Дагестане, опять лица Кавказская, это же ерунда. Да, да, да. Ну как с ними разговаривать? Понимаете, вот есть психологический закон, нельзя на их примере. Говорит, давайте я вам буду рассказывать на польско-еврейском примере, который от вас далек, да? А речь шла о том, что называется проблема эгоизма боли. Что такое для евреев самая страшная трагедия? Это, конечно, Холокост. Что такое для поляков самая страшная трагедия? Это будущее коммунистическое закабаление. А вот теперь, когда две боли сталкиваются, вот когда остатки евреев вышли, кто выжил из концлагерей, их освободила Красная Армия с ее интернациональными идеями. И неохотно пошли в спецслужбы Польши. Угу. Евреи. И только сейчас поляки начинают писать о страшных еврейских погромах, которые были в 46-47 году. То есть не в период фашизма там и так далее. И в этой ситуации понятно, что там люди, которые в спецслуживах, они уехали с оружием, они, ну, избежали. Кого убивали? Соседей? Обычных людей, ремесников и так далее. Я говорю, понимаете, вот история ведь какая? Вот сравнивать в стране, где все ударены, чья боль больше, абсолютно вещь бессмысленная, да? И для меня, например, нормальная ситуация, когда русский парень скажет, а я ведь знаю, что и в Брестской крепости, как чеченцы великолепно воевали. Я понимаю, когда он вернулся, увидел, что сделали с собой семьей. Но чеченский парень, нужно сказать, а я понимаю русских, они в период коллективизации, репрессии, тоже пострадали. Мы все с болью. И говорить, чья боль больнее, это совершенно бессмысленно. И вот я, кстати говоря, сказал, что я очень благодарен им. Мало кто знает, что когда Владимир Васильевич Высоцкий приехал в 79-м году, если не ошибаюсь, в Грозный, говорит, ребята, у меня есть про вас песня. И телевидение записало. И песня это цела, несмотря на все эти страшные войны и так далее. Я цитирую, ну, пророческие слова этого поэта. Не пророческие, а очень точные. Воспоминания только потревожу и сразу крик на память караул. Чеченцы режут битву, немцев из Поволжья, а вместо битвы город Барнаул. Да, да, да. Я бы, и это только маленькая поправка, все-таки не только сейчас поляки об этом начинают говорить, это все-таки разговор уже начался лет примерно 10 тому назад, вот, о послевоенной ситуации. Вы знаете, тут еще вот какая штука, мне представляется несколько опасным, вот когда, возвращаясь, к самому началу нашего разговора, когда идея, так сказать, толерантности, да, или, так сказать, мирного существования, она предполагает такую гармонию этих формальных, обладающих внешними признаками идентичности, да, что вот мы союз нескольких народов, да, или союз вероисповедания, да, так сказать. Да. фашистский закон о, так сказать, о религиях традиционных и нетрадиционных. Мне кажется, что вот это ужасный способ определять человека через какую-то внешнюю идентичность. все-таки, так сказать, это не про наши национальности. Абсолютно. Это не про наше вероисповедание. Для меня сам существенным отрицательным примером вот такого рода, может помнить, это было пару лет назад, когда были записаны клипы к украинскому гимну, и этот гимн на своих национальных языках пели представители живущих в Украине, на Украине народов. То есть Украина, украинский народ это набор таких традиционных с точки зрения авторов этого проекта. Это набор таких традиционных идентичностей, живущих в традиционной среде, говорящих на своих национальных языках и как бы лишенные вот этой простейшей этнической идентичности скажем, жителям мегаполиса, каковыми мы, значит, мы там все являемся, наши идентичности сложнее, чем, так сказать, евреи русские и так далее. Значит, их нету. Они не вписываются в эту простейшую картину толерантости как мирного сосуществования групп. Да. А вы не путайте вот и обжиба. Сейчас нам, к сожалению, нужно уйти на перерыв. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях академик Российской Академии Образования, директор Московского Центра Образования 109 Евгений Ямбург и руководитель театральной программы Центра имени Сахарова Михаил Калужский. Добрый вечер. Это снова мы, программа Археология. У нас в гостях сегодня академик Российской Академии Образования Евгений Ямбург и руководитель театральной программы Центра имени Сахарова Михаил Калужский. Говорим мы о толерантности, о корнях, о причинах вот этой вот той новой реальности, которую мы пытались нащупать в первой части нашей передачи, о том, что в обществе прописано какое-то понятие нормы. Нормы, в которую не вписываются больные с ПИДом, в которую не вписываются старики, в которую не вписываются гомосексуалы, в которую не вписываются различные люди разной национальности, там, я не знаю, кавказской, раньше это было еврейской, то, что называется, да, эти ужасные эфемизмы лица еврейской национальности, лица кавказской национальности. Так что мы говорим о корнях, об истоках российской нетолерантности. И к нам сейчас присоединяется Александр Черкасов, член правления правозащитного центра Мемориал. Секундочку, сейчас я попробую вывести. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, да, добрый вечер, добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Вот, что я вас хочу спросить. Вот сейчас озвучу цифры исследования индекса толерантности ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития, по прошлому году. Это ежегодно замеряется. Так вот, по этому индексу толерантности у России этот индекс, он там, чем до 100 доходит, чем выше, тем лучше. У России 31. Ниже нас из таких известных стран только Индонезия 30, Китай 34, средняя по больнице 61, Бразилия 71, Канада, например, 85, у России 31. В чем вы видите причины вот этой вот российской нетолерантности? Ну, знаете, мы можем начинать издалека, а можем начинать с того, что человек постсоветский, на самом деле раздетый, раздетый до кожи, до мяса, до костей, человек советский. И все то, что было тогда, обрушенное, правда, на других врагов, все тоже есть и сейчас. Другое дело, что мы живем в воюющей стране, в стране, которая воюет уже больше 30 лет, война в Афганистане, потом войны на Кавказе непрекращающиеся, маленькая гражданская война здесь в столице, и это не могло не наложить впечаток. Даже говорить о теме еврейской, ну вот в начале 90-х к евреям стали относиться менее внимательно, потому что их смесно заняли кавказцы, но в 92-м, 90-м году это было особенно ярко видно, как это было использовано в качестве инструмента власти. Знаете, у нас боролись две ветви власти и во главе одной оказалось и чеченец, такая незадача. Ну и один из главных ельцинских пропагандистов с полторанин, с большим советским опытом тут же начал конструировать опыт Хазбулатова не как плохого спикера, а как плохого чечена. И в результате, когда милиционеры и военные собрались штурвовать Белый дом, в их радиопереговорах было слышно, будто они собираются только бомбрать, только Грозный. Александр, я хочу уточнить сейчас, не считаете ли вы, что в Советском Союзе все-таки был некий опыт терпимости, пускай под лозунгом интернационализма и вот этой новой исторической общности, но вот даже сравнивая советские времена с нынешними, я вижу, что в Советскому кодексе моральном было как-то прописано большая терпимость к тем же и к старикам, и что вот нынешняя, она какая-то другая, уже не советская нетерпимость наша. Вы имеете в виду нормативы или реальность? Ну, реальность отличала, я не говорю, что мы все жили по моральному кодексу строителя коммунизма, но все-таки в реальности это как-то полицировалось. Достаточно было чуть-чуть, надо строить оптику, и ты понимал, что живешь в стране, где когда-то инвалидов выкинули на Валаам, где переселяли целые народы, где вот след этого, вот куда ни приглядись, там он есть. И негров тогда вовсю били, которые учились по нашей необъятной стране, и другого всего хватало и в армии, тоже национальные отношения были очень на высоте. Там, где была реальность, было видно, что страна, построенная на ненависти, пусть под маской любви, страна, построенная на ненависти, на подготовке к будущей войне за весь мир, на вот этой бывшей ненависти к уничтоженным бывшим людям, она, конечно, улыбалась с мозаик в дворцах пионеров, в школах, в других местах. Я хочу наших гостей спросить в студии, вот вы, как считаете, советский опыт так называемой толерантности, был ли он? Евгений Александрович. Ну, я считаю, что был. Ну, я не только не отрицаю, а подпишусь под каждым словом, о котором наш коллега говорил, но вы знаете, и тем не менее, и тем не менее, вот так обострено, как сейчас, это не было, потому что тут еще один слой, потому что все-таки, ну, как, понятно, что там фальшивая пропаганда, что фарисейская политика, что все, тут все подпишусь, но тем не менее, изо дня в день, в детском саду, в школе, там, пусть там грубо, ну, не грубо, как бы сказать, но не очень искусно и так далее, вот такого напряжения внутри, там, классов, там, и так далее, все-таки не было, и некоторые вещи, понятно, что это все единство, которое держалось на штыках, и так далее, но пропаганда, официальная работала, и значительную часть людей, она все-таки действовала, понимаете, и при всем при том, в том же Баку, люди жили в одном дворе, и женили людей друг на друга, это все-таки, это, ну, понятно, что действуют мины, которые были заложены тогда, но все-таки, довольно такая, пусть грубая, но пропаганда, она, ну, снимала, скажем, в самых вопиющих, наглых, и демонстративных проявлениях, то, что мы видим сегодня, то есть, и Александр Владимирович, еще Михаил Калужский хочет добавить, да. Я бы ответил, Евгений Александрович, что если бы это было так, то, к сожалению, Баку не стал бы так быстро однонациональным городом. А можно я вам отвечу? Да, вот я, как педагог, занимался одной очень страшной проблемой, мне интересно было все эти духовные эпидемии, там, всякие вот эти вот сумасшествия на любой почве, и я посмотрел, как вели себя люди в 1793 году в Париже, в сентябрьских вещей, как они вели себя, в Косово, ну вот и так далее. И даже чуть ли не в 12 веке, понимаете, что первые еврейские погромы были тогда. Я вам должен сказать, что вот этот тонкий слой культуры слетает мгновенно. Еще они вчера делили хлеб-соль, но эта искра прошла, и независимо с того, какая культура, какие там эти самые легионы, все человек превращается в зверя. Формы проявления одинаковые, что в 12 веке, что в 18, что в 21, понимаете? И тут ведь это, надо честно сказать. Да, И у меня ведь интересный вопрос возник. А когда вообще образование, то есть тонкий слой культуры слетал мгновенно, ставил перед собой задачу профилактики, мы там знания, умения, навыки, прогресс и так далее, никогда образование не занималось этим проблемами. Оно было все-таки прикладным в основном. Это мнение Евгения Александровича Янбурга. Вот сейчас у нас на линии пока еще Александр Владимирович Черкасов. Вот хочу вас спросить, а в нынешней атмосфере вы видите в свете событий последнего года нарастание, вот то, с чего мы начали наш эфир, нарастание вот этой вот нетерпимости, тех, собственно, почти гражданской войны, того раскола, который власть провоцирует во многом. Вы видите рост нетолерантности, угрозы неких новых, может быть, даже на уровне Москвы этнических столкновений. Этнических и столкновений вот именно на почве нетолерантности, не только этнических. Я это вижу, и я вижу неумную политику властей. Я соглашусь с явлением Янбургом. Да, советская власть, пусть лицемерна, но пыталась воспитывать людей в рамках некоторой культуры. Пусть тонкий свой, но он был. Нынешняя власть отличается от, скажем, брежневского времени тем, что самые мерзкие сюжеты времен, скажем, сталинских, она не скрывает, а показывает, говорит, а что, все мужчины делают это. То, чего власть должна избегать, хотя бы из соображений самосохранения, потому что русский бунт, он бессмысленный, беспощадный, об этом нам когда-то где-то говорили. Ну да, когда президент призывает отбутскать за углом там кого-то. Да, знаете, был такой в 58-м году в августе месяц эпизод, когда партийное советское начальство Чечена-Ингушетия решило, что чеченов вернули туда зря и напрасно, и неплохо бы их обратно выслать. И тут подвернулся повод. Бытовое убийство на танцах русского парня. Август месяц, жарко, его тело кладут на помост и три дня около этого помоста идет митинг. Тела обкладываются с дом ночью, светят прожектора и три дня идет митинг и власть накачивает толпу, потом толпа идет и убивает, убивает по улицам Чеченцев и Ингушей. Что произошло дальше? Разумеется, толпа взяла штурмом партийные советские здания, пришлось вводить войска из соседних радионах. Местной власти было не ловко. Использовать это последнее дело. Власть, которая имеет инстинкт самосохранения, она не выпускает наружу низменные инстинкты своих граждан, хотя бы из самосохранения. Сейчас похоже, этот винтик вылетел. Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. У нас на линии был Александр Черкасов, член правления правозащитного центра «Мемориал». И давайте уже подсоединим к разговору наших слушателей. Телефон наш студийный 6510996, код Москвы 495. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте, господа. По поводу толерантности. Хочется сказать, что толерантность как таковой-то ее не было в общем-то и никогда. Я родился в Казахстане, там национальный вопрос как жестко стоял. А вот... А где в Казахстане? В северном или... В восточном Казахстане, хотя это более как бы, ну, скажем так, русскоязычная область. Но все равно жестко, особенно в конце 90-х, когда мы уезжали оттуда. Но сейчас в России я русский человек и я боюсь за себя, за своего ребенка, что будет с ним. Потому что выход из Кавказа, они творят что хотят и безнаказанно. И все вот это, что они вытворяют, покрывается диаспорт. Юрий, а вот такой вопрос. Вот вы жили там уже в 80-е были, да, в Казахстане? Я 82-го года. 82-го. Но все-таки вы помните до распада Советского Союза десятилетия. Вот тогда может быть больше было, вы считаете, вот эти межнациональные, даже не межнациональные отношения, именно бытовая вот эта вот толерантность между казахами и русскими. Она выше была тогда в 80-е? Я, насколько помню, ну, вот тебя, грубо говоря, воспоминания на этом вопросе десятилетнего возраста не было, конечно, такой жесткой, как сейчас, но все равно, что русский, казах, это делилось как-то и было отношение такое, ну, ближе уже к 98-м, начиная там с 95-х, седьмых годов. если ты русский, ты не можешь вечером идти просто так по улице. Пошло-пошло-пошло в разнос. А почему, вот как вы считаете, вот вы на своих глазах, у вас на глазах за 15 лет произошла вот эта деградация. Почему? Вот то, что мы пытаемся сегодня понять. Грубо говоря, я не хочу нацию как-то обижать, или еще казахи, в большинстве своей, в большинстве своей нации не очень образованы те, которые приехали с аулов в города. Русских специалистов стали выживать, а вот, и на их места насажать куст. У них родственные связи, там, соответственно, все завязано. Ну, неграмотно. И, соответственно, началось протестнение русского населения. Ну, то есть здесь, может быть, даже не в том дело, что они грамотные или неграмотные, а просто банальная борьба за ресурсы, за административные должности, за... Да, да. Ну, борьба за ресурсы, если человек грамотный встает у руля, скажем так, то никаких вопросов не возникает. Понятно. Юрий, спасибо большое, за ваш рассказ. Телефон наш студийный 6510-996. Звоните нам и скажите, а есть ли вообще у нас в России хоть какая-то толерантность? Иван, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну, мое мнение такое, на все счеты, что русский человек, ну, если брать это заимственное слово толерантность, это же не русская, кстати говоря, и что русский человек по сути своей, по душевной своей организации, по своей истории, по своей истории, наиболее толерантен, чем кто-либо из окружающих. Ну да, взять пушкинскую речь Достоевского, всемирная отзывчивость, тот же человек с молоточком, о котором говорил Чехов. Много примеров этому, но вы знаете, что у меня, ну, как это сказать, коробит, то, что вот вы заявляете тему антисемитизма, вообще не говорите, вот это, понимаете, это картинка нашего дня, то есть вы всячески обходите, вы говорите о чем угодно, но только не о причинах, например, возникновения антисемитизма, он же тоже не на ровном месте возник, понимаете? Ну, вы расскажите, вы расскажите о причинах. Ну, причин много, я боюсь, что не то, что передачи, а вообще не хватит... Ну, подождите, вы хотите сказать, что, ну, понимаете, причины можно найти, собственно, у любого, то, что называется речь ненависти, да? Ну, основная причина, знаете, какая? Основная причина какая? То, что в идеологии, как это сказать, семитов, ну, вообще семит, это все арабские народы, если так говорить, ну, в еврейской идеологии, югоистической, существует превосходство их над другими расами. И это написано черным по белому. И на каком основании, ну, я спрашиваю, да, это может быть. И, соответственно, очень много, так сказать, нацизма и буквального фашизма в этой идеологии есть. Ну, хорошо, хорошо, вы хотите сказать, что можно, антисемитизм можно оправдать тогда? Нет, я не считаю, что можно оправдать антисемитизм, я считаю, что это, ну, определенная реакция общества. Я вообще считаю, что антисемитизм это искусственно созданная идеология, в том числе. — Ну, естественно, любая идеология искусственно создана. — Да, например, возьмем, вы знаете, что такое имя «Эсфирь»? Вам знакомо нет? — Нет, нам знакомо имя «Эсфирь». Вы знаете, давайте мы до других слушателей послушаем, мы сейчас не будем, так сказать, в протоколы сионских мудрецов влезать. Но я не знаю, когда Фердинанда и Изабелла изгоняли в 1492 году евреев из Испании, я не уверен, что там речь шла именно о дискурсе превосходства иудейской расы. — Реплику можно, да? — Да, да, Евгений Александрович. — Ну, это долгий, конечно, разговор, но я вам хочу сказать, уважаемые слушатели, при всем при том, ну, немножко понимая в этом вопросе, что вы имеете в виду? Богом избранный народ. Если вы внимаете, по-своему, тексты ни в чем-то изложении, то это Богом избранность, как бы в идеологии, как вы говорите, означает максимальную ответственность. То есть, иными словами, избранные, и будут больше всех наказаны, если будут не соответствовать воле Божией. Вот это первый момент, потому что это вы же пересказываете не тексты, которые вы читали, а мы это читали. Но не будем... Можно один пример расскажу. Был такой человек, значит, Шульгин, он принимал отречение у Николая, и это сложный был очень человек. И он во время дела Беллиса, а Беллиса обвиняли в том, что он пьет кровь христианских младенцев в Киеве, ющинским хотят потом сюда. И вот он верил, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Но поскольку он был человек такой дипломатичный, он занимал позицию интересную. Он верил во все это, но считал, что для России это нельзя, лучше мы как-то это все, ну и так далее. И вот что произошло. Об этом рассказывал писатель Домбровский, пострадавший. Значит, Шульгин просидел... Его арестовали в 1947 году как белогвардейца, а выпустили, ну, где-то после 20-го съезда. И вот Домбровский рассказывает эту историю. Мы гуляем, ну, по парку писательского поселка. Я спрашиваю, вот, Шульгина, вот вы тогда верили, что еврей? Говорит, тогда верил. А сейчас? А сейчас нет. А что произошло? Говорит, понимаете, мы сидели у Владимирской тюрьмы. Полицай, белогвардейцы, ну, мы белогвардейцы. И там был один еврей, значит, такой еврейский. И ему приносили пищу. И вдруг он раздавал всем, и полицаем тоже. Я подошел к нему и спросил, слушайте, а как же так? Ведь они же убивают. И мне, говорит, это сказал... Я, говорит, молился всю ночь, и Бог мне сказал, накорми голода. После этого, говорит, Шульгин, я перестал верить, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Здесь очень важен эмоциональный личный опыт людей, понимаете? Потому что мы многое в пересказе. То есть вот нам так и внушили, какой превосходительный. Да. Да, это тонкая история. Михаил. Мне кажется, что то, о чем говорят, говорили, дозвонившиеся в студию, прямым образом соотносится с тем, что сказал Александр Чаркасов, с тем историческим опытом, который наша страна пережила в 20 веке. К сожалению, оба наших собеседника исходят из представлений о России, о русских, как о той самой малой нации, живущей в осажденной крепости. Вот эта вот война враждебного мира против нас маленьких, которая продолжается из коней и которая не заканчивается никогда, это, к сожалению, та ловушка, так сказать, культурная, идеологическая, в которую мы попали, из нее не можем выбраться. И неважно, так сказать, идет ли речь о заговоре всемирного сионинского правительства, заговоре капитала против молодой Советской Республики или потенциальной агрессии блока НАТО против нас. Вот это положение человека уязвленного. Уязвленного и уязвимого. И это положение, вы знаете, перед тем, как уйдем на перерыв небольшой, я вот хочу вспомнить знаменитую цитату Черчилля, который отвечал на вопрос, почему в Англии нет антисемитизма. Он отвечал, мы англичане не считаем себя глупее евреев. И вот мне кажется, что антисемитизм и любые другие виды нетерпимости это признак слабости. Когда нация чувствует себя неуверенной в своей идентичности, в своих собственных путях, в своих собственных ориентирах, вот после этого начинаются поиски чужих, очень часто этим чужим оказывается еврей и формируется дискурс антисемитизма. Это речь слабого человека. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, есть ли у нас в России толерантность, а мы пока уйдем на перерыв. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня говорим о толерантности. Поводом для разговора у нас был антисемитизм, но хотелось бы поговорить гораздо шире. Вообще об униженных и оскорбленных, об отверженных группах нашего общества. Будь то евреи, кавказцы, геи, старики, инвалиды. Множество групп. У нас в гостях Евгений Ямбурко, академик Российской академии образования и руководитель театральной программы Центра имени Сахарова Михаил Калужский. 65, 10, 99 и 6. Есть ли у нас в России толерантность? Владимир. Да, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне кажется, что у нас есть толерантность, особенно с другой стороны ее нет, если дело касается отношений людей из разных слоев общества. У меня дружеские и товарищеские отношения с азербайджанцами, евреями, чеченцами, татарами и прочее, прочее, прочее. И на своем уровне не возникает никаких абсолютно вопросов, когда там национальный вопрос, культурная особенность не вмешивается в наши отношения, в наше общение. Да. Но мы можем вместе сидеть с азербайджанином в кафе, да, и вместе как-то точно высказывать по поводу тех людей, которые нас обслуживают, которые являются выходцами, не знаю, из азербайджана, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, что нам, если нечего делить, что-то не возникает от этого вопроса. Ну, возникает, я просто, так сказать, чтобы немножко покороче, значит, между разными слоями общества, да? То есть нет элерантности богатых к бедным и бедных к богатым? Нет, ну, да, скажем так, она обратная, да, это все-таки двустороннее движение. Мне кажется, собственно, вот вы говорили о Советском Союзе, да, тогда элерантность была на более высоком уровне, потому что у каждого был свой дом, да, у чеченцев, там, ингуши, у кого угодно, у него была своя республика. Ну, как дом чеченцев, чеченцев-то как раз выгнали, они скитались без дома, или турок-месхетинцев, или мало ли кого. Хорошо, там, Чеченская Ингушская Республика, да, там, тем не менее, у них была хотя бы там одна нация, с которой им было что-то делить. Приезжая же в Москву, они сталкиваются с огромным разнообразием всего этого. Ну, понятно. Они пришли к нам в гости, и вот мы начинаем делить уже что-то, что принадлежало когда-нибудь. Ну, к нам, да, спасибо. Да, Евгений Александрович. Вы знаете, я вдруг вспомнил одну историю. Вообще, это же, ну, действительно, вот вирус очень тяжелый. Ну, вот у меня есть один знакомый, друг-академик, поверьте, абсолютно толерантный, глубокий человек, никак не засвеченный ни в каких там, я не знаю, ни евразийских, ни в каких там этих вещах, да? Они живут вместе с женой, жена пожилая, уже на первом этаже. Жена высадила цветы. Ну, небольшой участок, и рядом новая эта семья кавказская, эти детки вытоптали, и он видит слезы в глазах своей жены. Он выходит, говорит, что же вы делаете? Они говорят, а что? Дети должны гулять по траве. Они, в общем, совершенно другой культ. И говорит, ты понимаешь, Ямбург, я вдруг в себе почувствовал фашист. Я увидел слезы жены, и я понял, что у меня эмоции захлестывают. И хотя я мозгами понимаю, что они, может быть, из деревни приехали, там бегают, но как, понимаете? То есть это вот еще это. Ну да, Михаил. Ну смотрите, это же вообще, на самом деле, это очень важная вещь, что вы сказали. Ведь проблема же не в том, что каждому из нас может быть неуютно в одном поезде метро, в котором большинство других. По-моему, это, к сожалению, более или менее естественное состояние. Это люди, которые говорят на другом языке, тебе непонятно, у него другого цвета кожи. И каждый из нас может почувствовать себя в этой ситуации неуютно. Не в этом же дело. Дело в том, как это существует на публичном уровне, как это обсуждается, и что с этой агрессией происходит дальше. Сосуществование самых разных людей в большом городе, не в традиционной среде, оно чревато подобного рода... Не, ну в Нью-Йорке оно как-то разруливается. Я еду в вагоне Нью-Йоркской подземки, действительно, 9 десятых не люди белой расы, там и китайцы, и хиспаник, и латиноамериканцы. Вы сказали ключевое слово. Разруливается. И именно этот глагол в этой грамматической форме, это точно. А значит, у нас не разруливается, а скорее наоборот. И вот вопрос, почему у нас не разруливается? Вот я еще раз хочу наших слушателей спросить, 65, 10, 99 и 6, почему у нас так высока нетолерантность в нашем обществе? Евгений Александрович, вы хотели добавить. Понимаете, здесь как бы, это, конечно, настолько многоаспектная тема. У меня ощущение, что, скажем, у вертикали власти и так далее, есть страх дезинтеграции страны, и, кстати, страх обоснованный. То есть, действительно, есть опасность дезинтеграции. Вот одна империя рухнула, и отсюда вот стремление какими-то нитками связать. Ну, нитки-то берутся гнилые, и в этой ситуации, понимаете, провоцируются, я не знаю, осознанно, неосознанно, я не берусь сейчас обсуждать психологию, так сказать, властей, но они думают, что они разруливают, а на самом деле они обостряют то, что мы говорили. Ведь что такое разруливание? Это ведь, кстати, это движение еще с двух сторон. Можно один пример такой? И вот мало кто знает, что в 46-м году в Альпах швейцарских был такой интересный конгресс, был такой изумительно интересный протестантский Фрэнк Бухман пастор. Он, скажем, это движение, он открыл новое движение «Теология пусть освенцев». Он, кстати, считал, что проблема холохоста это не проблема евреев, это проблема христиан, которые допустили. И вот он собирает после войны и спросил, а что нет немцев? Поморщились, позвали немцев. Но как только вошла немецкая делегация, вся французская делегация в голове с Элен Лор вышла, ее можно было понять. Нацисты у нее на глазах замучили сына. Он выбежал за ней и спросил, как вы, французская социалистка, представляете себе будущую Европу без Германии? Говорит, я буду думать. Она думала 36 часов. Потом вместе с делегацией она вошла и поднялась на трибуну. Немцы жалялись. И смотрите, Элен Лор принесла извинения немцам за то, что дала овладеть собой ненависть. Это был шок. То есть она смогла подняться на глубокую личную трагедию. Вообще, это стало известно, вот с этого началось так называемое немецкое покаяние. То есть важный еще поступок человека. Прекрасный пример, Евгений Александрович. Напоминаю, наш телефон 651099,6. В чем истоки нашей нетолерантности? И вообще, есть ли в России толерантность? Андрей, слушаем вас. Алло, добрый вечер, господа. Давайте вспомним пример Косово, если вы позволите. На Сербии всегда тестируются все процессы. В самом начале, что Первая мировая война, что Вторая мировая война началась в Сербии. Пример Косово, это пример того, что может быть с нашей землей, с русской землей. Потому что, например, Липецкая область, у меня там оттуда родом знакомая. Деревня, обыкновенная русская деревня. Сейчас она полностью захвачена в Искове с Кавказа, не буду говорить о какой национальности. Те русские, небольшое количество, которое там осталось, они не имеют никаких прав, никаких возможностей. То же самое в принципе, да, может случиться с нашим городом, с Москвой, с любым другим нашим городом. Да, но мы все знаем те ситуации, которые были там на севере, в Кандапоге и так далее, и так далее. Мы этого хотим. Мы этого будем ждать. Я не хотел... Хорошо, ваши, ваши, ваши предложения. Что, что делать? Понимаете, собственно говоря, то, что вы говорите, это ровно та же аргументация, которая была в 33-м году в Германии. Пришли евреи, захватили наши лавочки. Зачем вы это говорите? Где место честному немецкому торговцу? Аргументация это любовь, да, прежде всего. Нам нужна любовь, понимаете? Вы вчера меня, Сергей, ваши гости, точнее, обозвали русским фашистом. Это не так. Позавчера. Я вас узнал, Андрей, да, да, по голове. да, да, я вчера звонил. Вот, это не так. Нам нужна любовь, понимаете? Но толерантность, когда нас, извините, и туда, и сюда имеют, да, то это не толерантность, это слабость, а слабых бьют. Я понял, Андрей, спасибо вам. Кстати, Путин, путинская любимая фраза, да, слабых бьет. Спасибо, Андрей. Значит, когда я слышу разговоры про Косово и Сербию, и вот полигон, на котором тестировались мировые войны, всегда хочу, хотел бы напомнить людям, которые используют этот пример, что Косово стало в новейшую эпоху, стало территорией Сербии после 1912 года, и в тот момент, когда Косово и Метохия отходила к Сербии под давлением Российской империи, эта территория была населена, в первую очередь, подравляющим большинством албанцами. Так что никакого отношения, так сказать, происходившее в 89-м году и позже, не имеет к наплыву, так сказать, злых Косоваров или злых албанцев из Албании. Это то, что случилось в Средние века. Ну и тут есть еще одно, понимаете, вот опять схема, опять схема. Долго, сейчас некогда объяснять, потому что передача очень короткая, но на самом деле, ведь мы даже понятия не имеем, что происходило там на самом деле. Есть некие схемы, мифы и так далее. Вы про Косово? И про Косово, и про Сербию. И вообще, понимаете, вот любая братоуписная война, там нет правых и виноватых. Резали все, и с той и другой стороны. Мы этого хотим, нет, мы не хотим. Но в чем, вот поверьте, я не произвожу, вообще не тренирую, в чем такая суровая правота Андрея? Вот суровая правота Андрея. Вы знаете, вот опять, это опять долгий разговор, но мы каждый имеем какие-то, ну как сказать, вот то, что называется, то, что у нас великий философ померанцы и живой, дай бог ему плохо он себя чувствует. сейчас у него беда, там собирают деньги на лечение. это то, что называется, страстная досторонность. Мы все имеем свой некий субъективный опыт и свои предпочтения. И поэтому, понимаете, вот со мной сидит правозащитник, ну человек, который занимается, ну скажем так, условно говоря, и были упреки, кстати, справедливые, что когда мы защищали на малые народы, мы автоматически становимся, но когда была ситуация, когда резы русских в Чечне, скажем, никакого мощного правозащитного сигнала не было подано. Понимаете, о чем я говорю? Или в Туркменистане русских. Или в Туркменистане, да, да, да. То есть у каждого есть как бы своя профессиональная сфера. Вот это худо. И здесь мы все виноваты друг перед другом. Это надо понимать тоже. Я все-таки занимаюсь не правозащитой, а документальным театром. Я прошу прощения, я про центр сахара. Извините. Это понятно. Опять обобщем. А вы знаете, правозащитой мы все по умолчанию занимаемся. Это же программа археология. Это правда. Меру собственных сил. Ну, вы знаете, если уж мы говорили о правоте какой-то человека, которого, так сказать, гости Сергея называет русским фашистом, значит... Ну, это не поэтому. Это у нас была позавчера дискуссия. Я понимаю. Ну, видимо, поскольку человек страстно дозванивается вам, у него есть та боль, которую он хочет поделиться. Конечно. Это нельзя игнорировать. Мне кажется, проблема в том, еще заключается, в том, что жители Липецкой деревни не новые, не старые, они, видимо, не готовы признать друг друге равных и как-то разговаривать друг с другом. Потому что, учитывая эвфемизм, понятно, какой национальность, видимо, все-таки речь идет о людях, переселившихся с Северного Кавказа, наших с вами сограждан. Ну, да, здесь, вы знаете, по-моему, действительно, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, проблема, толерантность действительно нехорошее слово, что мы заставляем себя терпеть, принимать их такими, какие надо не терпеть. Вот тот же вот зазвонивший, он сказал сейчас правильную вещь относительно любви, надо заставить, ну, не заставить себя, но постараться полюбить и понять их такими, и принять их такими, какие они есть. Потому что мы сейчас слишком равнодушны, у нас принцип максимального невмешательства. Ну, вот едет, так сказать, стреляет там дагестанская свадьба, вот, у нас сразу вот этот вот дискурс чужого, дискурс ненависти формируется, а вот... Проблема же не в том, что она дагестанская свадьба, а проблема в том, что она стреляет. Проблема, здравия конец. Значит, вот, представь себе, у меня в школе там 32 национальности, и есть проблемы, их не может не быть. Это Москва, это бурлящий котел. И вот смотрите, приходит ко мне, опять будем говорить, человек там с юга, с Кавказа, неважно, и говорит, я своей дочери запрещаю посещать уроки физкультуры в первом классе, потому что у нас не принято там плавать, раздеть. Я говорю, окей, у меня светская школа, давай, дружок, есть школа национальная, нет проблем. А у вас учит лучше. Тогда, выбирая себе дружок, один какой-нибудь кружок. Или шашечки, или покататься. Или покататься. Вот здесь, извините, я себя чувствую почти саркази. И в этой ситуации не только любовь, но, извините, я не поеду со своим уставом, вот в этом смысле, я бы сказал, такая двусмысль, вот знаете, что тоже вот интересная история. Вот случилось недавно, да, вот в Ставропольском крае там хит-жабы, вдруг президент говорит, у нас светская школа. Окей, он прав в Конституции, но тогда почему параллельно открывается кафедра богословия в Истехе? Вот давайте все. те же самые православные казаки выходят. Ребята, да, в общем, я думаю, что вопросов, к сожалению, у нас больше, чем ответов. Тема очень горячая, очень много звонков, к сожалению, не можем все принять, так что мне остается только поблагодарить наших гостей, академика Российской Академии Образования Евгений Ямбург, руководитель театральной программы Центра имени Сахарова Михаил Хакалужский. От себя хочу вспомнить, вот мы говорили о немецких пасторах, был такой немецкий пастор Мартин Немюллер, вот его знаменитые стихи, когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист, потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я не социал-демократ, потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, не член профсоюза, пришли за евреями, я молчал, я же не еврей, а потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать. Я думаю, мы все должны помнить об этой фразе. За пультом была Анна Соколова, продюсер программы Дина Трубовская, я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи!